началось утро и едем за загрузкой загрузка интересная там лодку надо будет грузить 6 половиной метров информация у меня такая нашли кому ее доверять конечно я же спущу и уплыву на ей вот это первая загрузка следующая еще одна есть и рванем швецию чак куксала лодку не знаю еще куда везти сейчас посмотрю по документам пока погрузим пока покрепим уже 10 02 мне надо успеть на вторую загрузку потому что я сама не хочу грузиться пока посмотрите потенциальную норвегию тут городочек я возле драмана 281 дорожка как-то со мной здесь ездили по-моему зимой может быть года два назад я снимала или а где-то два или нет а где-то два или три года назад скорее всего два там пьюрт виднеется псинки сеттеры добродушные такие собачата через 400 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд там по-моему еще такой этот есть такая засада фитня не стоит знак то что этот полицейский дохлый лежит 12 метров по временем не знаю было но да вот вчера из купала выгулила свой костюмчик а вот здесь поставили да уже готово сейчас поедем туда спускаться вниз к лесу в принципе осталось то здесь три с половиной километра все катера яхты уже поспускали красота ну вода я вчера плавала ныряла непрозрачная мутная грязная еще позиция либо во фьорде надо плавать а во фьорде плавать если на машине то а присниться потом негде и костюм постирать негде сейчас немножко попетляем здесь спускаться там я этот зимой ранней ездила туда уже снег был налить чуть не офигела хорошо пустая шла назад-то подниматься еще ладно а так в офисах норвежских тоже там как по-домашнему так они часто с собой берут животных на работу всяких больших раз они там болтаются кондиционерами гуляют в общем такие собачки компаньоны ну и в офисе так тоже все домашняя обстановка нету нервотрепки этой мне как с этот в сабдепе ой планерка дынь дынь там чак отругали кто что натворил то что сделал нет они так не решают дела все спокойно чинно без стресса каждый человек и тут уже некуда все болезни от нервов только сами знаете что от удовольствия были в интересное место сразу это пищит юридическая масса через 200 метров поверните налево сразу отключается камера здесь хорошо бы вам снять как прицеп по скале проходит чуть-чуть так так поверните налево так там тоже так вот в офисе так спокойно классненько я люблю это место мы сюда резко ездим через 400 метров поверните налево тут покупаться можно только паркинг вот где-нибудь найти здесь и 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 самого фьорда через 200 метров плавный поворот направо через 300 метров плавный поворот налево налево там направо надо уходить потому что налево там частная зона здесь веселый спуск зимой очень веселый подъем принципе такой же они мало его посыпают что там легковушки ездят и одно только предприятие наши лодки плавный поворот налево затем ваше местоназначение будет справа направо не налево ваше местоназначение находится справа пойду в офис скажем в принципе поеду туда на месте в офис не пойду поеду туда сейчас вот здесь вот встану припаркуюсь тэк нэкс прайд Контринник какой-то поставили стоит. Так, где моя лодка? Кролики загрузились. Валим отсюда. Так, что-то я хотела посмотреть. Девятьсот пятьдесят килограмм весим только. А, оси поднимем. Поехали. Жить хорошо на свете не запретишь. В Норвегии и в Швеции это может себе позволить не богатый человек, а обычный человек. Вот эти мне резиновые тоже нравятся. Они из такого качественного материала сделаны. Какой-то там полистир с резиной вместе и дно у него. Есть пластиковая, есть этот, видимо, пластик алюминием обшитый. Здесь нет в другом месте. А, нет, вон есть, стоит железное дно. Этот покрашеный. Как его? А в другом? Ну, этот маленький. А в другом месте там, в Осло, там пипец такая штука, такая машина стояла, что я аж засмотрелась. Прибалдела. Ну, вот. Ну, и здесь кто на хранение оставляет, и кто на продажу, на консервизацию на зиму. Движок консервировать и лодку там полностью. Ну, просто привезут. Они забирают, ты не привезешь, хочешь, привезешь. Они звоним, забирают, если ты... Там у них написано скидки в клубе, так еще там ниже цена. В общем, лодка стоит практически у каждого дома. Редко где она не стоит, редко где не стоит яхта, катер. Практически это есть у всех. И поэтому я говорю, если привезти человека из Москвы, из Питера, ни там из тьму тараканья какого-нибудь там, ни из Волгограда, ни из Астрахани, ни откуда-либо, ну, с периферии, не говоря уже там про Сибирь, Камчатку и тому подобное, привезти его вот так вот и сразу дать ему работу, ввести в систему, в курс дела, и пусть он посидит, работает и попользуется этой системой, и он просто офигеет. У человека просто поедет крыша, в хорошем смысле этого слова. Просто можно охереть. Да, налоги в стране высокие. Обдираловка, конечно, еще та. Ну и имеешь ты с этого, тебе жизнь дана не этот, не на выживание вот так вот, не как там за квартиру заплатить, маме помочь там, бабушке там и еще там, потому что они не выживают. Здесь это не так, только работая, работать до обеда. Вот. Ну, пашут они, конечно, пашут, 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 перерыв, кофе-тайм, окей, перерыв. Поговорили все дальше, пашут на этих, на заводиках так, на этих самых. А так вообще спокойная, нормальная работа, без нервотрепок, все по-домашнему. Все чинненько, хорошо. Скоро кувшинки начнут свистеть. Или это лилии? А там и кувшинки, и лилии водные, всякие. Таки пишут габариты автомобиля. Таки пишут габариты автомобиля. Таки, next right. Все, поехали, ребят, на вторую загрузочку. Покатим Швецию отсюда. Летом красиво, конечно, здесь. Ну, и зимой по-своему тоже прекрасно. Это Драмановская страна. Там, где Драманов. Смотрите, как машинка вылетает из-за крутого поворота. Так что идти по своей полосе. Детка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА